приветствую всех зрителей моего канала меня зовут марина сегодня у нас понедельник 23 мая и начинается моя новая вышивальная рукодельная и не только неделя вышивальная неделя будет насыщенная я так предполагаю потому что это последняя такая полноценная неделя мая там еще будет потом два дня на следующей неделе но я думаю что в эти два дня уже нужно будет заниматься съемкой итогов и составлением планов я хочу снять видео о итогах зимы и весны и хочу построить планы на лето понятно что все это конечно в условиях войны вилами по воде писано как все сложится но будем делать что делается и дальше ориентироваться по ситуации поэтому пока что планы буду строить финиш и буду делать и на этой неделе из-за планированного барабанная дробь берегиня вот так она будет выглядеть и она уже практически так выглядит без малого посмотрите я вчера перемотала вот это уже низ посмотрите какой кусочек мне осталось вышить этот кусочек у нас весит три тысячи крестиков так что я планирую на этой неделе как бы это страшно не звучало эту картину закончить также у меня есть мой новогодний сэмплер незаконченный на две тысячи крестиков то есть практически законченный также у меня есть зимний дом от марии бровко просто череда актуальных процессов да но я хочу восстановить справедливость хоть какую-то минимальную и позаканчивать те процессы которые не позаканчивались у меня в феврале и кроме того что до вышивать мне нужно еще дооформить мои игрушки от dimensions и хотя бы собрать конфету от golden key да 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 я про нее помню я про нее помню немым укором она надо мной висит поэтому вот такие вот у меня планы на эту неделю если с крестиками как-то все заладится то может быть еще потянется у меня рука к моим магнитом дименшиновским но пока что надо позаканчивать вот эти вот три больших работы которые у меня уже на финишной прямой я еще сама не знаю что я там буду ставить на планы летние очевидно они потерпят какое-то изменение какие-то такие большие морские процессы судя по всему в этом году мне не актуальны зато возможно впишутся какие-то новинки например от фрузелка поэтому нужно будет хорошенько подумать и так же подумать по поводу авторских схем которых у меня тут немножко появилась за эти почти полгода первых поэтому надо будет хорошенько обо всем этом подумать подоснимать отдельные видео по всем этим процессам по выпускать так что вот практически эту неделю я себе запланировала в таком вышивальном темпе как у меня было раньше посмотрим что у меня из этого получится пожелайте мне удачи и я начну наверное с берегини и по ходу дела буду показывать вам какие у меня там процессы будут подключаться добрый вечер у меня час двадцать девять я обещала себе сидеть не дольше чем до часа но как-то сегодня немножко под задержалась но как вы можете видеть вечер не только вечера день для моей вышивки точно сегодня был добрый мне кажется что большой кусок большой сейчас должно быть изменение потому что сегодня у меня наверное один из самых таких продуктивных дней вообще в этом году 1800 крестиков появилось на моей работе и осталось у меня всего 1300 я знаю о чем вы подумали вы подумали что я подумала что завтра можно было бы все крестики в этой работе завершить напомню здесь еще есть бэкстич в небольшом количестве и еще девяносто два французских узелка нет не тревога показалось много сегодня тоже было тревог но слава богу без прилетов в общем не знаю посмотрим как завтра сложится конечно есть соблазн с другой стороны если вышиваешь крестики в таком количестве то ни на какие больше рукодельные телодвижения не хватает времени а у меня все-таки еще много много всего поэтому я вот думаю разбить это число на два дня все-таки ну будем будем думать и я хотела вам еще показать одну интересную функцию у саги о которой я узнала сегодня она уже говорят знающие люди есть больше месяца но до меня очевидно как до жирафа в общем давайте я вам мы вот так вот работы плавненько переползем вот сюда уберем лампу и вот так вот будет отлично в общем что мы здесь имеем мы здесь имеем статистику и вот перечень дней он понедельники вторники и так далее и количество вышитого за этот день но вот например у меня уже видите здесь есть вторник 24 число хотя опять же сейчас только пол второго но вторника да уже календарно вторника вон с воскресенье на понедельник тоже там крестики переползли и так у меня получается каждый день то есть у меня никогда календарные сутки не соответствуют вышивальным суткам и как я выходила из этого положения я пользовалась спринтом нажимаем на часики и здесь вот можно его каждый день как-то создать новый у нас сверху в общем создать новый и называем его я обычно называю его вот датой и пошло-поехало да тут она считает нам время который ты вышивал считает скорость когда она начался спринт когда закончился ну и так далее но у меня такое иногда происходит что я его когда например встаю или когда вышиваю но отвлекаюсь там ответить на комментарий я его ставлю на паузу и иногда его забываю включать так получается и получаются какие-то накладки а я аж количество крестиков считаю в общем такая история и оказалось что уже около месяца есть вот такая вот прекрасная функция нажимаешь на календарик держишь и появляется вот такое вот меню сдвинуть часы окончания вышивального дня и просто ты выставляешь на сколько часов твои вышивальные сутки отличаются от календарных у меня это обычно максимум где-то максимум часа три я думаю вот на три часа можно сдвинуть так чтобы с головой и по идее можно даже сразу это сделать плюс час плюс два плюс три ну на сегодняшний но не сработало видите она не пересчитала потому что до этого тоже же сдвигалась посмотрим надо завтра поставить эксперимент как оно будет выглядеть с вышивкой до и после полуночи так что вот такой вот интересный момент этом не оформленные игрушки лежат горой в общем вот такой вот интересный момент будем пробовать посмотрим 97 с половиной процентов у меня сейчас в моей работе и и даже не знаю даже не знаю как завтра будет складываться посмотрим или меня таки поведет вышить эти тысячу триста и закончить полностью крестики но тогда меня поведет и бэкстич заканчивать и узелки крутить или же я смогу себя сдержать и все-таки распределить свои усилия вышивальные более грамотно между несколькими вышивальными и около вышивальными заданиями я еще не уверена как у меня завтра сложится с занятостью по дню поэтому все это будет решаться завтра но в любом случае вы об этом обязательно узнаете кстати сегодня еще только был интересный момент мне написали в комментариях что у вас слева на крыше не вышит крестик пропуск и я ринулась к крыше потому что понимаю что это вполне вероятно я мы я могу пропустить но я его не нашла конечно надо будет еще порассматривать вот это не он это серенький крестик он там вышит я не знаю вроде все на месте я конечно еще попересматриваю но вроде вроде все наверное все таки вот этот вот имелся ввиду он выглядит так будто бы не дошитый больше никаких у меня нет этих вариантов только этот все на сегодня все попробую я сегодня лечь спать раньше чем рассвет уже на протяжении нескольких дней мне это не получается но возможно сегодня будет премьера так что встретимся с вами завтра я кстати вспомнила о своем зимнем доме от мари бровко один такой интересный момент что я эту работу уже стирала я ее постирала имеют у меня еще раз раз два у меня ее перья косила потому что там как-то с натяжкой были проблемы и кусок ткани там тоже странно как-то был отрезан в общем я ее стирала я ее гладила и потом вышивала бэкстич который там еще не дышит на большой кусок мне даже страшно предполагать на какой может быть завтра тоже этим займусь и бисер бисер мне там надо пришивать в качестве снега огромное количество бисера так что у меня там не просто бэкстич там еще будут приключения но опять же будем разбираться с этим всем по ходу пьесы а на сегодня у меня все добрый вечер у нас 7 часов вечера вторника 24 мая и я полезла к своим новогодним игрушкам это вообще отдельная история я тут могу много времени проводить очень редко это делаю но все-таки конечно иногда приятно это все перебирать есть вот такая вот коробка но на самом деле в ней еще одна коробка в которой еще одна коробка а там эти бидери все мои лежат когда-то все мои новогодние игрушки помещались вот в эту вот коробку так что у меня тут мне есть куда развиваться у меня даже есть еще одна кстати интересно она с чем-то или на пустая она с чем-то будет сейчас залезть в общем тут у меня еще коробка с такими игрушками более плоскими а вот тут вот у меня мои пин кипы вот они вон они все я сейчас достала отсюда один просто для примера чтобы смотреть какую я делала петельку какой величины и конечно это все можно рассматривать конечно дименшенс разрабатывали очень классная схемы новогодних игрушек то посмотрите вот это выкладная нитка металлика эти бусинки с алиэкспресс это уже кстати игрушки получается поза прошлогодние короче 2000 в ком году я делаю двадцатом получается ну короче что то такое такие пухленькие класс так одну достанем вот это вот все накрываем и надо посмотреть что у меня еще одной коробке лежит так тут у меня моя картина я сейчас некоторые не все к своему стыду но некоторые поснимала целях безопасности и тут у меня фрузелок это мне та не дарила красота и тут у меня по моему весь мой фрузелок вышитый а и волшебная стена короче это все что у меня стояла собранный городок но по моему без каких-то еще сюжетов или все здесь в общем это городок я ничего я зимнее поубирала а я не расставляла не делала эту композицию в общем как-то не это показалось не на часе не это показалось то есть я зимнее поубирала никакого весеннего декора не выставляла ну вот отлично отдельная коробка под городок я считаю нормальным так а я пойду пожалуй свои игрушки от dimensions заканчивать их оформление добрый вечер или уже можно говорить доброй ночи 3.05 и не просто так мы с вами встретились здесь вот в этом вот странном ракурсе потому что я вам могу сказать что вот в это время 3.05 никакого насилия над личностью я не совершала я просто засиделась до этого времени это для меня в последнее время абсолютно не удивительно и на данный момент у меня в моей берегине вышито уже 57.398 крестиков из 57.399 как вы понимаете вот это вот где она тут у меня вот это вот это то что нам с вами сейчас предстоит да у меня моей работе сейчас 99.8 процентов работы и до завершения крестиков нам не хватает только одной штуки поэтому в общем этим мы сейчас и займемся один полукрестик и где-то тут у меня и и второй полукрестик 57.000 все как бы это странно не звучало но мы с вами вышли 57.399 крестиков вот так вот у нас с вами сейчас выглядит низ работы и мне осталось как и вчера и говорила там совсем чуть-чуть бэкстичи 58 стежков и 92 французских узелка также я кстати сегодня работала еще над магнитом я могу протянуть руку у меня здесь все очень красиво висит вот в такой вот папочки смотрите прям в таком конверте я полюбила такую организацию после того как я поняла что их не обязательно куда-то складывать их можно вешать тут есть ручка это все делает и на джест крафт тут вот ее бирочка и я сегодня работала над вот таким вот магнитом я чуть-чуть не докрутила французских узелков такая вот у меня будет красота чуть-чуть не закончила тут еще будут французские узелки чуть-чуть и будет помощью вот тут вот будут французские узелки а так я сегодня сделала вот эту надпись welcome home вот эти вот полосочки коричневые в общем тоже немножко над ним поработали все у меня тут для этого процесса компактно организовано вместе с нитками вон с органайзером с еще листом пластиковой конвы с предыдущими вышитыми сюжетами с игольницей и мусорничкой у меня там кстати полный бардак но вообще штука полезная такая магнитная коробочка страшно это открывать и внутри происходит что-то вот такое на самом деле так это отсюда а вот это вот все вот этот беспорядок это иголки остренькие для бэкстича с заряженными уже в них нитками почему-то в составе вот двух штук еще какие-то иголки и тут у меня маленькие ножнички нити вдеватель от волшебной страны и мусорничка такая вот нехитрая организация но очень удобная для того чтобы ее носить с собой а тут нитки надо будет это все поперебирать результативный у меня сегодня хочу вам сказать день так вешаем назад мои магниты я надеюсь что хотя бы вот этот вот один welcome home я завтра с ним разберусь завтра его закончу там совсем чуть-чуть осталось так у меня тут просто планшет со схемой висит до 99 и 3 процента там совсем осталось чуточку думаю что я завтра с этим разберусь и кроме законченных крестиков в берегине я до сих пор еще наверное это не осознала до конца и магнита я сегодня занималась еще своими игрушками вот таким вот набором вот dimensions snowflake elegans ornaments и занималась я именно оформлением и у меня есть три полностью готовых игрушки вот так вот они у меня выглядят такой вот у меня шнурок шнурок я выбрала такой вот белосеребристый мне кажется симпатичный и вот что у меня получилось у меня получились вот такие вот пухляши посмотрите какие милые где тут то что я вам сегодня показывала вот эти на это тоже dimensions и смотрите по моему они вполне себе так одинаково пухленькие то есть с количеством слоев синтепона я судя по всему да они одинаковые слушайте прям прям реально с количеством слоев синтепона я угадала такие правильно по три в каждую половину и в общем у меня уже есть вот такая вот игрушка с шишечками такой вот у меня подвес из того же шнурка которым я делала край собственно тут у меня была точно такая же история потом у меня есть вот такой вот цветочек мне так нравится вот насколько пухленькими и получаются просто я я реально так и хотела но такого цветочек и кардинал такие пухляши тут такая голубо-серебристая ткань белосеребристый шнурок здесь еще бусинки dimension оригинальные которые шли смотрите мне кажется сейчас освещение какое-то удачное я тут врубила по на полную катушку поэтому как-то так ярко это все получается в общем такие вот три игрушки у меня на данный момент готовы и еще к двум игрушкам надо прикрепить шнурок и еще одну я хотела собрать в отдельном видео не знаю видели вы его уже или нет я подумаю об этом завтра так что вот такой вот красивый набор у меня уже на финишной прямой и я сегодня достала следующий набор dimensions который по моему плану был у меня на лето на зиму у меня были вот эти вот игрушки на весну у меня был буклет от dimensions который он только что показывала один магнитик это магнит из буклета и на лето у меня был запланирован еще один набор от dimensions снова с игрушками я в этом году очевидно решила дать план по игрушкам это вот такие вот игрушки snowman hearts ornaments такие вот сердечки и в чем здесь основной прикол особенно как для меня и как для моего канала это вот это это то что здесь нанесенный рисунок это печатный крест они кстати такие будут очень немаленькие где-то такие же наверное получается если брать во внимание что вот это пойдет у нас часть которая после пунктирной линии на подгиб на обратную сторону ну такие как как игрушки dimensions они все такие крупненькие здесь кстати размер я так понимаю наверно 10 сантиметров в диаметре будет но красивые такие игрушки конечно с печатным крестом кто помнит у меня были в прошлом году приключения но там основные у меня были сложности в том что печатный крест был нанесен розовым и зеленым и розового было практически не видно я там такие танцы с бубном устраивала вокруг этого набора а здесь же все очевидно здесь голубым все нанесено да конечно бэкстич вот эти линии бэкстич они по зашиваются их не будет потом видно их придется делать по схеме набором не кстати еще абсолютно не вскрытый мы это все будем открывать вместе с вами набор 2004 года но это такой маленький спойлер к планам на на лето в общем и целом сегодня был очень результативный день и очень такой позитивно насыщенный эмоциональный сегодня наша волонтерская организация пошла на какой-то качественно новый уровень популярности я думаю многие видели сюжет мне присылали в директ раз десять мне прислали это сюжет из с недавно к за 1 плюс 1 программа показывали до плетения какие морда это мы и по моему этот сюжет еще повторили в тсн вечером это огромная аудитория и я думаю что действительно наше движение сейчас к нашему движению сейчас примкнет еще огромное количество человек это конечно очень волнительно я знала что будет эта съемка я заранее не говорила нигде но для того чтобы туда попасть нужно было встать в 6 утра сегодня а так как я последнее время ложусь в 5 и сегодняшний день исключением тоже не станет то встать в 6 миссия была невыполнимой я решила что этот этот кусок славы я не загробастую но в общем я очень рада за за наше дело и вы знаете я вот возвращаясь к любимой многими рубрики эти вот ночные поговорим 3 317 самое время поговорить на радость моим соседям и моим тонким стенам я встретила на днях где-то на просторах интернета по-моему где-то в инстаграм такое мнение что да я там тоже ходила я там тоже волонтерила там что-то пошла поделала но был я об этом нигде не говорила вот зачем с моей скромной точки зрения я не претендую на истину в последней инстанции вы можете быть со мной не согласны но с моей скромной точки зрения это неправильно потому что как то так получается очень несправедливо что у добра у каких-то хороших поступков крайне скверная пиар служба сколько вокруг нас зла сколько вокруг нас негатива мы открываем новости мы открываем телеграм-каналы какую-то прессу и что мы там видим взорвалась убили застрелили зарезали и так далее большая часть новостей она к сожалению негативная а вот с положительными новостями с положительными какими-то инициативами с какими-то добрыми полезными делами ну все гораздо хуже обстоит это освещается гораздо меньше поэтому я всячески за то чтобы рассказывать что вы делаете куда вы ходите в этом ничего нет плохого в этом нет абсолютно никакого хвостовства и вообще обрывайте на корню все вот эти вот истории когда ой добро делается как там фразы странные что-то там любит тишину и вот эти вот все истории нужно про какие-то хорошие инициативы про какой-то позитив нужно рассказывать и чем больше вы будете об этом рассказывать это не речь о том какое хорошие смотрите что я сделал это речь о том что вы можете побудить огромное количество людей которые возможно об этом не задумывались которые возможно задумывались но не знали там где себя приткнуть вы можете побудить своим примером огромное количество людей тоже что-то хорошее пойти поделать поэтому об этом нужно рассказывать поэтому я очень радуюсь что наше движение несмотря на то что конкретно наша компания скромная уже немножко через чур и комплектована но мы учим людей которые к нам приходят мы начали делать мастер-классы и это все будет открываться где-то в других районах киева не только в нашем человек или несколько человек смогут приехать к нам обучиться и открыть где-то у себя в районе такую же организацию тоже себе набирать людей по месту чтобы не ездить там через пол киева папа по три часа делать это где-то около себя поэтому у меня сегодня просто какой-то был очень такой радостный день потому что я понимаю сколько сейчас в ходе этого примкнет людей к нашей инициативе к помощи нашим защитникам и это это очень-очень круто я вписалась судя по всему на эти выходные в еще одну волонтерскую затею во что-то абсолютно новое для меня но пока рано об этом говорить если сложится расскажу покажу но пока что вот такой вот у меня был насыщенный что сегодня там вторник да вот такой вот у меня был насыщенный вторник с оформлениями с последним крестиком в берегине завтра календарно уже сегодня финиш ой кстати с крестиками ай-яй-яй помните я там переводила вчера вместе с вами календарь на три часа по ходу надо было на 4 переводить короче с этой функцией мне еще предстоит разобраться на что-то у меня тут фокус немножко не удался ладно будем разбираться в общем на такой вот позитивной ноте заканчивается у меня сегодняшний вышивальный день буду на завтра планировать оформление оставшихся игрушек окончание берегине это основное а там дальше посмотрим так что спокойной ночи то о чем я говорила с моим абсолютно сбитым графиком а именно 4 38 и вот такие крайне не романтичные звуки которые в абсолютной тишине еще и очень-очень громкие добрый вечер у меня среда 25 мая уже почти 7 часов вечера и из вышивально полезного я сегодня сделала только одно но весомое я закончила берегиню да я ее закончила я сделала бокс тич его там совсем было чуточку накрутила этих узелков кстати с узелками там возник нюанс сейчас я вам покажу вот они французские узелки они должны были вышиваться по ключу в одно сложение но по саге но на самом деле в два сложения по бумажной схеме так что там такая вот несостыковочка нужно обратить на это внимание потому что они в одно сложение совсем уж будут жидкие так что в саге небольшая ошибка кто вдруг общается с дизайнером можете ей это передать а я пока что приступаю к завершению своих еще двух процессов мой зимний дом от марии бровко процесс который у меня вышивался предыдущий раз уже 24 вот оно 24.02 но это очевидно то что перешло с с других суток вот в ночь с 23 на 24 февраля я вышивала эту работу это было последнее что я вышивала перед войной я рассказывала уже в каких-то там видео наверное двух с половиной месячной давности что очень странные у меня ощущения с этой работой она у меня не не то что она у меня вызывает какой-то вот негатив она у меня вызывает скорее какое-то такое знаете какую-то тревожность вот это вот ощущение что ты сидел вышивал никого не трогал и не знал что вот буквально через несколько часов начнется это очень очень неприятные такие ощущение знаете такой мороз по коже очень быр но я хочу эту работу закончить бэкстича здесь сделано уже очень очень много здесь кто разбирается было почти 9000 стежков бэкстича тут его ну вот просто мерено немерено смотрите если приближать тут от бэкстича просто нет живого места он везде вот полосочки полосочки но самое тут трудозатратное это деревья это вот этот вот бэк который веточками по незашитому и у меня тут такого добра это у меня там вибрирует я выставила что я закончила берегиню в инстаграм в общем можно сейчас с вами посмотреть что я тут еще не доделала переходим на схему мне еще вот этих вот полосочек нужно понавышевать вон их сколько было посмотрите и вот еще сверху мне предстоит но это еще пол беды потому что самое вон сколько цветов бэкстича и вот чего здесь больше всего я так понимаю это не то вот они эти ветки сколько мне еще этих веточек предстоит повышевать посмотрите тут и вот тут вот еще это такое самое трудозатратное потому что я не делаю протяжек то есть не делаю протяжек по незашитой ткани то есть все вот как-то аккуратненько аккуратненько ну вообще просто ювелирная работа получается потому что здесь вот если бы я подложила на обратную сторону белый лист у меня сейчас под рукой нет не получится ну в общем если подложить белый лист то нигде не будет знаете вот коричневых протяжек под тканью все здесь красивенько аккуратненько но конечно требует с этим посидеть так что тут еще такое ага 317 это вот такие штучки это мы с вами смотрели 790 это тут надпись тут еще будет бэкстичем веточки ага оградка еще будет и что-то еще будет белым ага тут какие-то штучки и кроме того еще кроме того еще 642 крестика это на самом деле вот эти вот так где он у нас крест где он не дошитый по моему белым должен был быть да как вам показать его не вышитого в общем вот тут вот в доме вот эти все не зашитые части это все снег вот эти вот все дырочки отверстия в доме не зашитые и кроме того по небу вот вот эти вот все рассыпи вот это вот все вот может так будет нагляднее это вот все я хочу сделать бисером и вот в доме вот они же видите это вот все 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 белое так что сейчас буду приступать работа красивая но требует таких нормальных вложений времени в нее но это что касается бэкстича а еще у меня есть работа которая у меня здесь да многослойная это самая история еще у меня есть мой новогодний сэмплер выглядит он будет вот так он вышит на восемьдесят семь процентов да даже почти восемьдесят восемь две тысячи семьдесят пять крестиков мне еще в нем предстоит вышить и опять же если посмотреть по схеме это инстаграм не замолкает если посмотреть по схеме видно что видите какие элементы то есть тоже совсем чуть-чуть я надеюсь что за сегодня за завтра я с этим справлюсь и будет у меня еще одна большая готовая работа так что все приступаю я пожалуй к этому сэмплеру к бэкстичу я думаю вечером и так же к монтажу видео по игрушкам в общем в бой но берегиня берегиня готова я не могу поверить до сих пор в это наверное мне надо ее постирать погладить чтобы у меня было ощущение готовой работы стирать там есть что на пыльное грязное там просто ужас где ее только со мной не носила поэтому там надо будет хорошенько постараться чтобы это все выстирать так что есть чем заняться вы знаете что я вам хочу сказать я тут напутала я вас завела просто в глухой угол смотрите у меня еще лампа 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 у меня еще двадцать два сорок еще двадцать пятое число а у меня уже перещелкнулась на двадцать шестое соответственно здесь получается в календарике надо было нажимать не плюс четыре у меня стояла плюс четыре а надо было очевидно минус четыре нажимать короче вот почему у меня вчера не получилось сейчас она уже видно не поменяется минус четыре надо нажимать если вы хотите чтобы как бы ваш получается да то есть если вы до вышиваете до 4 часов утра это будет как 12 часов ночи то есть минус 4 а не плюс 4 как я поставила ну я известный великий математик да то что я что-то не так посчитала вообще ничего удивительного нет так что чтобы вы знали потому что вот такая вот интересная история как вы видите двести двадцать четыре крестика у меня пока что времени мало мало времени и оказалось что завтра меня тоже практически целый день не будет дома только вечером так что что-то мне подсказывает что мой зимний дом от марии бравко конечно жизнь его к такому не готовила но судя по всему он у меня поедет на дачу да вот то что должно было закончиться практически в снегах то поедет на дачу практически летом потому что дай бог чтобы я за эти три дня хотя бы эти две тысячи крестиков наковыряла в своем семплере новогоднем а там уже с букстичем как-то разберемся в общем ничего сейчас еще посижу несколько часов повышевал но завтра мне неожиданно образовался насыщенный день знаете мои сегодняшние ощущения которые у меня были когда я рассказывала вам про зимний дом от марии бравко не идет ни в какое сравнение с теми с тем рядом незабываемых ощущений которые у меня сейчас когда я монтирую видео по игрушкам у меня здесь было три кусочка но вернее 3 ну три дня там по моему 9 февраля 11 16 и больше ничего не было а я помню что я снимала прямо 23 февраля я на компьютере нет этого куска я его начала искать у меня за какое-то получается 21 22 23 это был понедельник вторник среда я снимала вышивальную неделю которая в итоге не вышла и среди вот тех вот кусочков прямо памяти камеры я нашла и вот этот вот кусочек из этого видео из игрушек я его добавила я сейчас поместила его на эту вот строку монтажа увидела вот эту вот картинку начала это все переслушивать и поняла что у меня где-то наверное месяц вот так вот в итоге это все на столе и провалялась прямо с фотофоном вот с этими ковриками с этими ветками тканями вот вот практически точно так же я сейчас там под конец этого кусочка это все это разбросаю по столу и вот так вот брошенным она у меня месяцы провалялась в итоге потому что вот этот кусочек снимался наверное то есть я снимала его и не знала что часов через десять я проснусь от взрывов и часов через десять начнется абсолютно другая жизнь с абсолютно другими приоритетами и так далее и я сейчас это все пересматриваю в который раз убеждаю что такие правильным решением было сейчас это все позаканчивать закончить оформление этих игрушек закончите и новогодний сэмплер и зимний дом потому что ну ряд очень странных ощущений мне это вызывает когда ты смотришь если я сейчас что-то снимаю и выкладываю там что-то делаю это совсем другое когда ты смотришь вот эти вот куски мирной жизни вот этого вот человека который вообще ничего не о чем не догадывается ничего не подозревает и ты осознаешь прям минутка позитива сейчас вам всем станет хорошо немножко не такую какую-то я должна энергетику нести но когда ты понимаешь сколько вот за этим в итоге последовало ужаса горе тысяч десятков тысяч сотен тысяч людей да поэтому надо надо быстрее заканчивать все эти процессы и начинать что-то новое потому что я сейчас сижу и меня прям меня прям накрывает эти вот куски мирной жизни когда мне пишут марина у вас там совсем другой голос понятно что там совсем другой голос потому что там совсем другая жизнь была вот так вот порыдали и хватит сейчас сейчас демонтирую этот кусочек и покажу вам что я за сегодня сделала ну ничего надо позволять себе ощущать разные эмоции это правильно сегодня вот вечером у меня вот такие вот просто можно делать ставки повторю я сегодня вчерашний свой рекорд с короче почти пять часов утра было когда я легла сейчас у меня два тридцать два но я сделала практически все что планировала я смонтировала видео по игрушкам без финального кусочка который я очень сильно надеюсь завтра доснять с утра если у меня будет время нет так послезавтра я к еще двум игрушкам прикрепила шнурок вот так вот это все смотрится одна и вторая надеюсь именно к этим я сегодня крепила понятно что это не принципиально а вот к этой точно потому что я смотрела на превью как правильно располагается это понсетти чтобы не прикрепить шнурок где-то не с той стороны чтобы петельку не сделать не с той стороны очень мне нравится как это все вышло вот эти вот пухляши они прям вот так вот у меня лежат стопочкой я на это все смотрю думаю какие вы хорошенькие обложки кстати они абсолютно плоские дотянемся вот если смотреть на обложку то видно что ну вот плоские плоские видите нет вот этой вот выпуклости то есть видно что тут вот объем а здесь нет здесь видно что просто плоская плоская и там по моему кстати был такой прикол по моему это в этом наборе было что там было для задника короче для задника в наборе лежал кусочек фетра и когда я делала обзор на этот набор я посмотрела что как-то фетра мало то есть я же знаю сколько приблизительно нужно там фетра или ткани для того чтобы иметь возможность вот такую вот историю изобразить немного страшненько но в общем чтобы завернуть на обратную сторону чтобы натянуть а там ну так прям впритык впритык я потом в инструкции почитала и там написано там что-то как-то натяните я уже не помню как они там предлагают оформлять именно вышивку но про фетр четко черным по белому написано приклеить фетр к обратной стороне игрушки то есть они предлагают фетр просто вырезать кружочком такого же диаметра по тому же трафарету который есть шаблону который есть в наборе и все к кружочкам его вот таким вот образом на задник игрушки и все дело в шляпе так что тем фетром я не пользовалась я люблю когда игрушечки все-таки более плос пухлые так спать такие иногда полезно да как вы уже могли видеть я натянула еще один задничек для последней шестой игрушки по поводу крестиков 600 крестиков мне сегодня удалось на вышивать что у меня появилась у меня появился вот этот вот элемент здесь напомню нитки с переходами поэтому здесь вот всего два цвета ниток в этом элементе но получается вот так симпатично потом буква си у меня вышилась потом вот это вот композиция из яблока в рамочке буквы б и я долго не могу понять что это такое это единица вот это вот бордовая это единица и кстати ну вот в этом вот элементе в этом яблоке соответственно само яблоко вышивается одним только цветом вот это вот зелененькое уголочки вот эти это тоже один цвет все четыре уголочка одна нитка и вот это вот желтое по кругу желто бежевая это тоже все одна нитка то есть вот тут вот она у меня начиналась в этой точке потом по кругу по кругу вот это идут переходы и вот она пришла в конец вот этим своим самым желтым участком так что так вот интересно получается и кстати я не знаю вот у меня как что-то засядет в голове но потом ты никак от него не избавишься мне когда-то в комментариях сто лет назад написали что если у этого яблочка не вышивать вот этот вот череночек похоже на колбасу и я теперь не могу развидеть эту колбасу я смотрю на это яблоко и вижу колбасу да что поделать что поделать и потом я перешла на другую сторону и здесь у меня появились ягодки вишенки черешенки только сами ягодки вот эти вот четыре штуки все что вокруг было уже вышито и появилась у меня двойка и сердечко по-моему да по-моему все вот такие вот у меня сегодня прибавления красиво тоже с нитками получилось в сердечке такой симпатичный переход я когда вышиваю нитками с переходами и когда вот такие какие-то элементы я люблю чтобы нет даже не знаю где я вам сейчас на чем продемонстрировать может на вот этих вот розочках мне нравится чтобы темное было внизу а вот к верху оно светлело не всегда так получается вот грибочки я тоже начинала с темного вот в домике кстати начинала с темного видите потом к светлому вот в варежках было по-другому посчитала я осталось у меня 1400 крестиков соответственно если я 600 вышла так что по 700 крестиков завтра и послезавтра надеюсь что у меня это получится и до выходных я эту работу смогу закончить но это еще даже не все я кстати еще поотвечала на все комментарии что-то мне там спрашивали кстати уже не первый раз задают этот вопрос по поводу того почему я кошку называю фырфырка у нее нет как такового имени вот наверное это оно наверное есть почему фырфырка потому что когда ее либо когда ее гладишь дачная наша кошка имеется ввиду когда ее гладишь или когда она просто к тебе подходит и всем своим видом показывает что ты ей очень сильно нравишься особенно после того как дал ей мягкого корма она вот прямо издает очень громкие такие звуки вот это фырфырфырфырфырфырфырфыр и причем их слышно очень хорошо там даже человек который рядом будет стоять или даже там в метре в двух он все равно слышит как она фырфырфырфырфырфыр поэтому так за ней и прицепилась так что поотвечала я на комментарии но и это еще было не все потому что знаете что я сегодня еще доделала мне было мало одной берегини и я сегодня еще доделала вот этот вот будущий магнит и как вы видите да я конечно не смогла сдержаться и его еще и вырезала доделала здесь ну здесь совсем чуть-чуть у меня было доделала французских узелков вот они у меня тоже такие кругленькие пухленькие докрутила и а французские узелки вот тут вот снизу были у меня голубенькие и вот тут вот розовенькие изображающие цветочки и все сага радостно показала мне сто процентов я потом все это дело вырезала и плюс одна готовая работа в мою копилочку так что сегодня день у меня был такой результативный продуктивный несмотря на то что много всего я сегодня успела поделать и помимо вышивки и вообще у меня львиную долю дня не было дома но все равно но как-то как-то она успелась в общем да какой то сегодня такой разнообразный день одновременно и радостный да окончание берегини я опять же я до сих пор не осознала наверное надо ее постирать погладить для этого и сделать это надо будет завтра мне пишут уже подруги я посбрасывала фотографии что я закончила они мне пишут сфотографируй воду в который ты ее будешь стирать потому что действительно жизнь у нее была тяжелая где ее только не носила у меня кстати где то есть фотографии как я ее вышиваю если на еду вставлю ну я выставляла в инстаграм в свое время да одновременно и такой радостный день что закончилась такая большая и такая достаточно знаковая работа и с другой стороны и взгрустнулась вот это вот к вечеру но как у нас говорят такая жизнь все на сегодня у меня все увидимся с вами завтра доброй ночи у меня 2.25 и я к вам с моим сегодняшним продвижением по-моему мы с вами сегодня не виделись у меня был очень насыщенный день я бегала бегала набегала там больше десяти тысяч крестиков шагов крестиков я набегала чуть больше чем тысячу сегодня да как я вчера то умозаключение к которому я пришла вчера приблизительно в это время спать таки надо больше судя по всему ну правда сегодня был очень насыщенный день пришла я уже где-то в районе наверное часов 7 и да вот в 7.21 мне показывает сага что я села за вышивку что мы имеем всего 350 крестиков мне осталось всего лишь два сюжета у меня остается здесь будет буква а и тут будет очень красивый сюжет с такими ягодками за сегодня у меня тут приросло достаточно много это буквы возможно и где я думаю тоже вот эти вот сюжеты которые напоминают снежинки но вряд ли они снежинки потому что снежинки вот а вот это соответственно наверное звездочки чашка вот такая красивая полосатая у меня получилось вот это вот звезда и три вот таких вот подарочка и все это а еще вот этот вот сюжет да еще вот этот сюжет у меня появился за сегодня это я так понимаю я сидела сидела вспоминала вспоминала что это такое это шиповник вот такие вот ягодки в общем вот они у меня еще за сегодня появились я надеюсь что завтра я успею дошить эту работу вот эти 350 крестиков мне очень много всего в первой половине надо дня сделать потому что потом мы едем на дачу завтра и надо доснять игрушки да я сегодня не досняла игрушки я просто представляю как это выглядит у меня вот идем идем бежим бежим я неделю уже собираюсь снять видео по игрушкам и все никак но надеюсь что завтра утром все таки я это сделаю но сегодня я зато сняла кусочек видео о магнитах своих вот Dimensions как-то воскресила для себя в памяти что у меня там происходит в этом процессе и я думаю что там у меня остался один магнит на одном нужно вышить бэкстич на тележке который уже вышит вышить еще один и один на ткани то есть еще один на пластиковой конве один на ткани и там процесс тоже будет завершен но это уже будет переползать конечно же на лето так что если мне завтра удастся доснять видео по игрушкам Dimensions и вышить эти 350 крестиков будет просто замечательно и будет еще одна большая работа она на самом деле гораздо больше чем гораздо ярче чем вам сейчас передается ну и соответственно гораздо больше тоже потому что половина ее вот там вот замотана я считаю что сегодня продвижение у меня значительное в ней все пойду я реально посплю все не представляете как быстро я сейчас окажусь в кровать подустала я за сегодня но зато много всего полезного и интересного сегодня было сделано на этом на этом все увидимся с вами завтра так идея с заканчиванием сегодня сэмплера практически провалена у меня уже два часа дня пятницы 27 мая и по моему у нас сейчас будет ливень что то мне подсказывает судя по серым тучам но все все мои игрушки готовы я оформила вместе с вами вот эту я думаю что вы это видео уже видели надеюсь мы вместе с вами собирали сейчас сложу это все в коробочку с моими вышитыми за какой год 2022 год процессами я да я игрушки по моему склады я уже все позабывала по моему я все игрушки которые на протяжении года вышивала складывала в отдельную коробку чтобы в конце года мне было легче снимать итоги в общем вот такая вот у меня теперь есть красивая коллекция еще шесть игрушек от Dimensions у меня теперь есть красивые вышитые собранные и еще одна история с незаконченными делами в феврале у меня наконец-то окончено доброе утро субботы 28 мая от меня и моего законченного сэмплера не показала я вам готовую берегиню но все равно скоро увидите но зато показываю вам сэмплер конечно его нужно будет еще отгладить стирать я его наверно пока не буду там нитки ручного окрашивания вернее не ручного а ну короче вот эти вот нитки а хотя может ручную короче вот эти вот нитки с переходами там их надо как-то специфически стирать мне там присылали что по-моему в горячей воде надо стирать в общем я пока не возьмусь уже если буду оформлять то уже перед оформлением тогда и постираю я наверное его просто с паром поглажу и уже будет хорошо вот этот элемент я вчера довышивала и вот ягодки и вот так вот у меня все это выглядит в итоге конечно он большой он прям большой это все можно очень долго рассматривать куча этих всяких вот посмотрите с рукой посмотрите какой это все можно трогать это все можно очень подолгу рассматривать эти вот домики елочки эти звуки это пластиковый навес на солнце нагревать вот я привыкла но может напрягать в общем плюс еще одна готовая работа вчера я немножко начала новый магнит от Dimensions но там совсем совсем чуть-чуть и сейчас я буду монтировать видео по игрушкам и буду вышивать бэкстич на зимнем доме да 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 пришло его время поэтому сейчас усядусь и буду трудиться что в монтаже видео по игрушкам с этими всеми ускорениями которые там надо будет делать что в бэкстиче на зимнем доме не сказать что какое какие-то невиданные удовольствия я буду испытывать это сложновато что одно что другое но нужно что одно что другое поэтому буду приступать все засаживаюсь я за бэкстич веточки 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 ничего я справлюсь наверное в общем три тысячи стежков бэкстича у меня еще есть я по-моему вам это уже говорила на этой неделе ну так по хорошему ну хотя бы если бы я сегодня сделала полторы это было бы хорошо лучше конечно больше чем больше тем лучше ну буду пробовать у меня кстати здесь сейчас под рукой магнит вот вот это вот все что я за вчера умудрилась навышивать я кстати еще нитку одну забыла зеленую короче в лучших традициях ну ничего сейчас самое главное задание это бэкстич и кстати я немножко в привычной мне манере поинтригую вы не догадаетесь никогда что я задумала я как в этом в гарри поттере торжественно клянусь что замышляю только шалость в общем я задумала воскресить один из моих долгостроенных долгостроев о котором меня часто спрашивали и вот кажется его час настал лежит у меня эта вышивка я вчера посмотрела с 2018 года и я думаю что она попадет у меня в планы на лето я ее уже достала посмотрела так что через несколько дней интрига уже развеется но пока что можете написать в комментариях как вы думаете что это такое а пока я пошла сражаться с ветками кошка воскресенье 29 мая а вот я не знаю вы слышите это или нет у кого-то будут еще возникать вопросы почему фырфырка потому что фырфырит да фырфырка да фырфырка это реактор это реактор на все сады на все сады фырфырка перфейт и так по вчерашним вышивальным подвигам если вышивку вот этого домика вышивальным подвигом назвать можно едва ли берешь один цвет зашиваешь и горя не знаешь то вышивку вот этого ну прям таки я думаю вышивальным подвигом считается я не вышила вчера полторы тысячи стежков из тех трех получилось чуть меньше но если вам вас интересует это было ужасно это наверное один из самых сложных бэкстичей которые я делала в своей жизни вот этот вот темным понизошитому фону это что-то давайте покажу это все поближе да как-то так но я его сделала я упиралась вот просто до последнего и сделала полностью эти веточки сейчас займусь другими цветами у меня еще будет бежевым вот тут вот видите я чуть-чуть не дошила у меня еще будет заборчик у меня еще будет надпись а и тут еще вот эти вот голубые штучки это флажки вот будут еще белые такие как острые такие галочки изображающие вот низ флажка и будет еще такая веревочка которая их всех между собой соединяет но что-то мне подсказывает что самое сложное у меня в этой работе уже позади выглядит конечно красиво но в этой серии по-моему еще как минимум три домика я помню осенний и помню по-моему весенний такой с чем-то зелененьким я если честно думала о серии но сейчас если там те же ветки останется у меня мой зимний дом в гордом-гордом одиночестве потому что это не для моей нервной системы расшатанной это очень-очень нелегко так ну что меньше слов больше дела приступаю снова к бэкстичу 5 часов вечера и что я вам могу сказать по поводу бэкстича в этой работе белая нитка дома а я нет как-то так немножко я не доделала бэкстич на флажках я сделала вот эти вот видите то что я говорила веревочки на которых висят флажки вот они серой ниткой и начала делать сами флажки делаются они вот таким вот образом несколько стежочков белого на вот этих вот голубых квадратиках но где-то 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 вот здесь у меня закончилась белая нитка то есть на такой вот кусочек только хватило вот на этом все буду делать дома и дома буду делать на самой надписи и сделала еще оградку с одной стороны и с другой сейчас повышиваю еще немножко крестиков наверное ну как еще немножко я сегодня вообще не вышивала еще крестики и будем собираться ехать я надеюсь что я сегодня дома доделаю вот эти вот флажки и надпись вот это вот hello winter и завтра буду пришивать бисер и в принципе завтра у меня тоже может быть финиш добрый вечер да 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 неожиданно в таком ракурсе мы еще с вами не видели 7 часов вечера я думаю что эту вышивальную неделю я буду заканчивать пораньше решила постирать берегиню водичка конечно мягко говоря мутноватая с какими какой-то песок плывет ну в общем я что-то подобное и предполагала тут удивительного ничего ну вот она моя красота сейчас постирается посушится и я думаю так это у нас мыло да это у нас мыло отлично я думаю что в ближайшие дни вы увидите уже отдельное видео по этой работе я не сильно помню что там я снимала какие там были части по-моему там была распаковка набора обзора потом там было 25% потом еще что-то и вот будет финал но сейчас главное нам это отстирать такая мягкая кстати конва стала в общем на вот такой вот красивой ноте я думаю что эту вышивальную неделю вышивальную и не только неделю будем заканчивать спасибо всем огромное за внимание удачи вам и творческих успехов берегите себя пока